друзья мои всем привет также приветствую все гостей своего канала пользуясь случаем хочу сегодня рассказать и показать вам как удлинить в изделии спинку на столе для примера у меня готовый детский свитер здесь как раз спинка немножко длиннее передней части рядом байка это процесс над которым я сейчас работаю это баечка и будет служить примером на ней я покажу как сформировать такой край для начала нам необходимо сделать расчеты попробую изобразить этот край вообще по сути это такой своеобразный я бы сказала росток чтобы объяснить попроще это у нас будет передняя часть это спинка для начала нам нужно определиться вот с этим расстоянием насколько вы хотите длиннее спинку я хочу чтобы спинка была длиннее передней части на 3 сантиметра так и записываю здесь 3 сантиметра дальше переводим в ряды здесь нужна плотность вязания у меня в одном сантиметре 3,3 ряда умножаю на 3 и 3 получаю 10 рядов то есть 10 рядов не нужно провязать чтобы получить 3 сантиметра 10 обратно поворотных рядов получается 5 рядов лицевых будет и 5 изнаночных дальше общее количество петель беру которые сейчас на спицах у меня 148 и делю пополам передняя часть и спинка 74 петли каждая записываю 74 и 74 теперь эти 74 петли нужно разделить на 3 равные части 74 делю на 3 поровну у меня не выходит получается две группы по 25 петель и 1 24 делю спинку на три части 24 петли я отправлю в центр по краям будет 25 петель здесь есть два варианта как можно удлинить спинку можно работать только с петлями спинки не заходя на переднюю часть использовать только 74 петли а можно включать в работу петли передней части я вот буду включать переднюю часть чтобы край получился более округлый поэтому переднюю часть я также делю на три группы по центру у меня 24 25 и 25 вот эту группу из 24 петель и вот эту на спинке мы трогать вообще не будем мы будем работать вот с этими крайними петлями 25 на спинке и 25 на передней части всего получается 50 и с этой стороны здесь 25 и здесь 25 50 смотрите мы уже рассчитали что нам нужно 5 точек разворота 5 рядов будет лицевых и 5 изнаночных для этого нам вот эти петли крайне нужно разделить на 4 части я уже здесь выделила вот эти вот эту группу 24 петли вот эти места это и будет точки разворота и вот здесь точкой разворота будет получается здесь у меня уже одна и вторая точка определены еще нужно 3 я сейчас предварительно разделю и вот получила 1 2 3 4 и 5 5 точек разворота здесь точно также разделю 1 2 3 4 5 5 точек теперь нам нужно определиться сколько петель будет каждая часть здесь у нас всего 50 петель да я же сказала боковые эти 50 петель я делю на количество частей вот она одна часть 2 3 и 4 делю на 4 снова поровну не получается я возьму две части 12 петель и две части 13 петель те части в которых больше петель отдаю к спинке ближе к спинке то есть здесь 13 петель 13 12 и 12 с другой стороны точно также 12 12 ближе к спинке 13 и 13 с точками разворота разобрались с количеством петель в каждой части тоже чем длиннее в общем вы хотите спинку тем больше обратно поворотных рядов вам нужно провязать тем больше точек разворота у вас будет подставляйте здесь свои цифры и делайте ваши расчеты я нарисовала еще раз край изделия красными точечками выделила наши повороты и сейчас схематично буду изображать наши движения как мы будем двигаться начало вязания вот она у меня это передняя часть это спинка двигаться мы будем к первому нашему повороту вот до вяжем до первого маркера и в обратном порядке изнаночные ряды будут зеленым фломастером от этой точки мы начнем двигаться ко второму маркеру вот доедем сюда теперь лицевой ряд от этой точки мы будем двигаться до следующего маркера изнаночный ряд от этого вот этому вот сюда снова лицевой ряд изнаночный 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 вот этот лицевой ряд будет завершающий то есть мы уже снова вернемся к круговому вязанию можете сделать скриншот в начале я сказала что это своеобразный росток имела ввиду обратно поворотные ряды росток я провязываю немножко по другому у меня под рукой как раз схема попробую доступно вам объяснить смотрите росток я начинаю провязывать с коротких дистанций постепенно добавляя петли в работу и выхожу на длинную дистанцию здесь в точности наоборот я начинаю провязывать сначала длинные дистанции постепенно выхожу вот на самую короткую для чего это делаю для того чтобы места разворотов вообще не было видно теперь от теории к практике схема наша перед глазами нам потребуется маркировочные кольца в количестве 10 штук у меня в наличии столько не было я добавила обычные скрепки делим вязание все петли наши пополам на переднюю часть и на спинку у меня уже выделены эти части и дальше каждую часть делим на 3 выделяем центральные 24 петли от начала вязания откладываем 25 петель отмечаем это место маркером от маркера 24 петли выделили центральные 24 петли на передней части на спинке продолжаем делить боковые петли согласно нашим расчетам я начну с передней части здесь мне 12 12 13 и 13 петель с этой стороны точно так же напомню к спинке мы отправляем те группы в которых у нас вышло больше петель теперь начнем провязывать я нахожусь сейчас вот здесь начало моего ряда не нужно довязать до первой точки разворота вот наш центральной 24 петли и маркер вот этот желтенький провязываем до желтого маркера петли по рисунку у меня лицевая гладь сохраняя маркировочные кольца на своих местах довязали до маркера ему можно убрать он уже не нужен теперь разворачиваемся первую петлю я снимаю не провязанной и нить хорошенько отвожу назад вместо одной петли у меня получилась такая двойная и провязываем изнаночный ряд до нашего второго разворота вяжем вот до этого розового маркера вот это место в схеме почти довязала до маркера у меня изнаночные петли классические если у вас бабушкины вот таким способом провязывайте последнюю провяжите классическую захватывая нить сверху убираем маркер и разворачиваемся теперь провязываем до вот этой желтой скрепочки ряд уже будет покороче в схеме давайте покажу вот эта отметка разворачиваемся нить я набросила вот так на спицу и снимаю первую петлю не провязанной снова затягиваю ее двойная петелька получилась довязали до маркера убираем его разворачиваемся теперь провязываем изнаночный ряд до следующего поворота вот до салатовый скреп довязали до маркера убираем его разворачиваемся лицевой ряд вяжем до следующего поворота вот до этого маркера с каждым разом ряды у нас становятся короче и точек разворота также все меньше первую петлю снимаю не провязанной и затягиваю довязали убираем маркер разворачиваемся изнаночный ряд провязываем вот до этого салатового маркера вот это местечко передача снимаем не провязанной и затягиваем портал 2 дел в 2 3 2 3 убираем последний маркер точек разворота больше нет вяжем по лицевой стороне до начала ряда вот у меня маркер самодельный по пути к началу ряда у меня встречаются вот эти вот двойные петельки мы их провязываем за две нити вот так вот по рисунку довязали до начала ряда удлинили спинку теперь давайте посмотрим что же получилось у меня укороченные спицы но все равно хорошо видно насколько спинка длиннее передней части дальше продолжу вязать резинкой 2 на 2 вы по желанию хотите можете провязать еще один полный круговой ряд лицевыми петлями так сказать контрольные хотите закрывайте или переходите на резинку также как и я на этом у меня все я надеюсь я помогла вам разобраться научиться как удлинить спинку в изделиях видео я постаралась сделать максимально подробным чтобы исключить какие-либо вопросы если вопросы все-таки остались пишите их в комментариях я по возможности на них буду отвечать если вам понравилось мое видео мое объяснение не забудьте лайкнуть мне будет очень приятно также не забудьте подписаться на канал если вы еще не подписаны